Тем не менее, когда мы покинули город, DBS начал проявлять свою истинную сущность. Это, безусловно, самая мощная машина из трёх, а также самая лёгкая и самая агрессивная, если можно так сказать. И всё же она просто скользит по трассе в режиме GT, в котором я сейчас еду, в режиме Гранд Туризм. Я как на воздушной подушке. Я еду на машине с двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Я могу развить скорость до 340 км в час и могу шептать при 113 км в час. Но, когда переходишь из режима Гранд Туризма в спортивный режим, это совсем другой зверь. Готовы? Господи Иисусе! Да, между V11 и этой моделью есть небольшая разница. Боюсь, что вам обоим придётся признать правду. Вы едете на ведрах с гайками, а я на звездолёте. Пенсионер воображает себя Джеймсом Бондом. Суть в том, что если мы говорим о красивых, шикарных, пересекающих континентных машинах GT, то мы говорим о машинах Бентли. Это лучшие модели Гранд Туризма. Тихие, как шёпот. Едут мягко, словно по бархату. Намёк на огромную мощь, ожидающую высвобождение. Под моей правой ступнёй 626 лошадей. Надо же! Но машина класса GT должна быть в первую очередь приятным местом, потому что вы по определению будете проводить в ней много времени. А в этой машине приятно находиться. Подделка на центральной консоли. Вот этот металл — это алюминий. Его отлили так же, как отливают алюминиевые вставки с задней стороны дорогих часов. Я нажимаю вот эту кнопку и переключаю разные дисплеи. Аналоговые шкалы и часы в середине щитка, спасибо. По-моему, проблема с Бентли и Астоном заключается в том, что они слишком зациклены на британском происхождении. Это в какой-то степени британская болезнь, от которой мы не можем отвязаться. Мы помешаны на дурацком наследии. И на значении традиции, что на самом деле просто ерунда. Вообще-то, если хотите поговорить о наследии и традициях, у BMW они проявляются больше всего. Эти машины всё ещё производятся в Мюнхене, всё той же компанией. Они сами производят свои запчасти. И некоторые из них очень хороши. У этой машины бетурбированный двигатель V8 на 4,4 литра и 523 лошади. Также у неё полный привод управления задними колёсами и регулируемые стабилизаторы подвески. У неё коробка передач на 8 скоростей, без двойного сцепления, но у неё есть подрулевые переключатели, и она очень продвинутая. Вот, переключаем на третью. Это приличная машина. А не какая-то дешёвка. После того, как Джеймс закончил свою интересную лекцию о недостатках Британии, я начал раздумывать, не купить ли мне фруктов. Кому-нибудь нужны лимоны? Нет, мне не нужны, спасибо. И я не хочу. Постойте, у них у всех возникла одна и та же идея, смотрите. Лимоны справа. Не может быть, чтобы это был ещё один прилавок с лимонами. Серьёзно, ещё лимоны? Почему никто не подумал? Ладно, все продают лимоны на этом участке дороги, а мы будем продавать мебель. Также, как правило, тебе не нужно много лимонов, что бы ты там ни готовил. А мы проехали мимо какого количества? 10 тысяч, справа опять лимоны. Да их хватит на один вечер, учитывая, сколько Джина с тоником пьёт Хаммонд.